Добрый вечер, господа! У микрофона Юрий Пронько. Начинаем наше большое вечернее интерактивное общение с вами в реальном времени. Поэтому напомню в самом начале средства коммуникации 65 10 99 6, код Москвы 495. Для ваших звонков, соответственно. Для ваших писем наш портал в интернете finam.fm. Там же идет и прямая веб-трансляция, то есть вы нас можете не только слушать, но и смотреть. Во второй части будем подводить итоги дня. С восьми до девяти я выбрал три темы. А вот в этом часе у меня новый гость. Вы знаете, мы с ним еще не встречались. Познакомились буквально две минуты тому назад. Но я о нем слышал. Мои коллеги мне рассказывали. Уж простите, что в третьем лице при этом человеке говорю, но тем не менее. Он депутат Государственной Думы России. Сейчас, внимание, член фракции «Единая Россия». Я представляю участие нашей аудитории. Такой оскал уже проявился. Я имею в виду улыбку, безусловно. И ничего другого. Но он не партийный человек. Он не член партии «Единая Россия». Избранный в Государственную Думу от Общероссийского народного фронта. Это мне разведка МОСАД все доложила. Кроме того, чем привлек меня мой сегодняшний гость? Тем, что он молод. Это во-первых. Во-вторых, он уже политик. Даже если он будет сейчас это все отрицать, я ему докажу, что он политик. И, в общем-то, многие его знают. Ну, часть российского сообщества его знает как организатора сообщества «Убитые дороги Пскова». Александр Васильев у нас сегодня в гостях в реальном времени. Добрый вечер. Добрый вечер. Будем говорить о дорогах. Будем говорить о дорогах. Это мне опять-таки разведка тоже доложила, что Александр готов всегда обсуждать эту тему. Но мы поговорим о дураках, да, потому что, как мне представляется, и то, и другое в нашей стране превратилось в нечто большее, чем просто проблемы. И, соответственно, я вам, Александр, хочу первый вопрос задать исключительно политически. Давайте. Как вам живется в Госдуме? Как вас приняли? Да, абсолютно нормально. Чувствую. Ну, адаптировался, что я могу сказать. Но старшие там по званию как-то пытаются командовать? Да нет. Ну, есть, конечно, там своя дисциплина рефракционная, есть свои правила определенные. Чуть повыше микрофон стоит. Да, есть определенные правила, но, конечно, отпечаток определенный накладывает. Но вам уютно? В принципе, да. Но я всегда сравниваю, да, со многими вещами. То есть вот до этого я работал в институте, сидел в подвальчике. Ну, как бы... Теперь сиди на охотном ряду. Да, теперь сиди на охотном ряду, да, на шестом этаже. Ну, конечно, обстановка меняется, и, соответственно, сам тоже меняешься. Вы карьерист? Да, нет, я вообще-то не собирался. Не собирались? Ну... Можете рассказать, как вы там оказались? Вы встретились с Путиным, да? Да, ну, мне повезло. На самом деле, я считаю, что это элемент очень большого везения в том, что заметили вот наше сообщество и меня лично. А как заметили? Ну, вот как это произошло, да? Ну, не каждый встречается с господином президентом. Да. Не каждый имеет возможность, да, изложить ему свои какие-то идеи, мысли. Тем более у вас тема-то такая. Дороги. Тема у нас, конечно, злая, потому что в определенный момент в нашем городе вообще с дорогами было очень тяжело. Приехал Путин? Да нет, не приехал Путин, ну что вы. А, не приехал Путин? Не, не моя. То есть, ну, как бы, мне мое-то всегда было жалко. Я и жил, и работал на одной улице. В Пскове я доезжал за пять минут, ну, с учетом объезда ям. Вот так бы я мог за две минуты доезжать до работы. Но, ну, такой показатель псковский, понимаете. Тут вышел, и вот уже просто терпению не было предела. Вижу, машина вот оказалась в беде. Там женщина-водитель. Уже газель подогнали, вытаскивают ее. И, ну, такая, может быть, даже это первая спичка, может, была во всем этом движении. Когда взял, сфотографировал, разместил в ВКонтакте, в соцсети. И, ну, показал друзьям, назвал там «Убитые дороги Пскова». Вот, и почему-то все это вот начало обрастать таким комом. Друзья позвали друзей, и уже через десять дней мы первую акцию провели масштабную. Что вы сделали? Да выехали на улицу. У нас было, ну, порядка двухсот машин. Проехали через весь город. Позвали из администрации представителей. Ну, акция была не спланирована, не организована. И для многих это была просто неожиданность. Вот как так столько людей? Я думаю, что если бы было меньше, никто бы и не вышел. А так вытащили. Это было 9 марта. Там у нас был заместитель мэра. Видно, что ему было плохо после 8 марта. И он пытался объяснить нам, почему все-таки вот у нас в городе такие плохие дороги. И за что же все-таки они отвечают. Объяснил? Нет, он не объяснил. Но в тот момент, я думаю, что ему вот было очень четко понятно, что толпа его скоро разорвет. Это вот такая была агрессия, только сами себя удерживали. Тем более еще и милиция в тот момент, там, наши машины задерживала, там, аптечку смотрела. Все вот такие репрессии начинались. Но провели акцию, потом как-то вроде подутихло. То есть фактически вы объявили войну местной власти? Вот в части дороги? Ну, фактически, да. Да, то есть вот... И как они реагировали? Я просто хочу понять. Они там вас вызывали на ковер и говорили. Нет, да ну. Чем вы занимаетесь? Вам что, делать больше нечего? Никто нас не мог вызвать, потому что мы вообще были неорганизованы. То есть мы есть в интернете, как, ну, какие-то вот люди, которые пишут и делятся впечатлениями. Но потом в определенный момент мы можем выйти, и нас становится очень много. Вот. А как с этим бороться? Ну, попытались один раз бороться, мы устраивали акцию. Я вот, ну, просто сейчас говорю, это не хотел бы, чтобы кто-то брал пример, тем более штрафы сейчас за несанкционированные митинги уже совсем другие, но... Вы голосовали за? Тем не менее, я голосовал за, да. Но, как бы, порядок-порядок. Вот. Но там были определенные моменты, что... Ну, хитрости были. Хитрости были. И мы собирались там, чтобы подписать петицию. Вот тот момент, я считаю, вот эта точка отсчета, когда наше движение из протестного переросло уже в конструктивное. И мы многие отмечаем, что мы встали на эту тропу. У нас в регионе сменилась власть. Там прошел буквально год, и пришел новый губернатор, соответственно, поменялся и мэр. И мы все равно решили губернатору новому. Мы понимали, что, в принципе, то, что натворили вот за эти годы, ну, наверное, он не совсем ответственный за это. Но мы ему решили напомнить, что есть вообще проблема глобальная в городе, которой надо заниматься. И мы готовы вот там с любой стороны подойти, если у него будут конструктивные какие-то действия, потому что бы навести порядок. Мы с твоей стороны тоже вот... То есть это не оппозиционное движение? Это была уже такая некоторая, ну, конструктивная такая сделка, но не сделка. То есть мы пришли и сказали, вот проблема. Вот мы видим, что надо решать ее так-так. Губернатор услышал, сказал, хорошо, будем там делать дороги. На самом деле стал делать? Стал делать дороги. Причем губернатор, он же отвечает за область. Он стал делать дороги не в области, а в городе. Ну, тоже, наверное, не совсем приятно было в области людям посмотреть на это. Потому что город, в принципе, должен сам свои дороги делать. Я хочу понять, как молодому человеку предложили стать депутатом? А, так, да, я забыл просто. Как я к этому пришел? Такой немаловажный момент, да. Да, то есть мы люди совершенно неуправляемые. Движение не оформленное. И, ну, всегда остро как бы на все эти вопросы давали свой ответ. Дорогу сделали, нас позвали, говорят, ну, слушайте, ну, вы же уже все довольны должны быть. Вот, дорогу сделали, попросили. А мы такие смотрели, ну, вроде нормальная. Давайте до весны дождем, подождем, что там будет с невесной. Так. Вот, и чиновники поняли, что вот с нами, ну, не так все просто. Там конфетку дали, мы успокоились. Вот, мы потом уже, ну, и тут тоже надо отдать должное губернатору, вместе уже участвовали в рейдах, когда выезжали на дороге. Так. Но это было еще за год, там, за два до встречи с ВП. А выезжали на дороге, и чиновники при нас, там, брали подрядчиков. И вот, там, они стояли, говорят, почему вот здесь вот через год, там, образовалась такая, там, трещинка, тут ямка, тут это. Ну, и те, там, козырьку, все исправим, сделаем. Ну, где-то не исправим. Но, тем не менее, уже совершенно другой подход сформировался. Вот, и в один прекрасный день, когда в городе наводили какой-то порядок, на наш взгляд, чересчур, то есть там стелили коврики, ну, знаете, газон, 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 рулоны, да, травку стелили, вот. Вот, ну, все понимали, что приедет, приедет кто-то очень... Сам. Может быть, и сам, да. Ну, все думали, кто приедет, но уже многие знали, что приедет сам. И для меня было неожиданностью, когда сказали, что, слушай, ну, вот есть у нас... Ну, и мы знали общественное движение, которое у нас в городе есть, пообщались, там, друг друга поддерживали, то есть те же акции, там, пикеты, когда проводили, мы, ну, в принципе, опытом делились друг с другом. А что получается, что не получается, почему вам тут запрещают, почему там, ну, перенести там пытаются вашу акцию. И в итоге, ну, вот несколько таких общественных организаций позвали, сказали, хотите встретиться, Владимир Владимирович? Вот так прям, вот, хотите встретиться? Ну, вот так вот, вот, я... Александр Васильевич сказал, да, конечно, хочу. Не, ну, я так посмотрел, там, в кабинете висела как раз фотография Владимира Владимировича, думаю, ну, было бы интересно. Да. Мне было бы интересно задать вопрос, тем более, что, ну, я как бы понимал, что вот мы, я уже видел, что в обществе, в целом, по России, вот, такие движения, как у нас, они там где-то нарастают. То есть, уже люди создают такие же сообщества. Я хотел просто рассказать, что вот, каких успехов добились мы. А встреча с Путиным Александра Васильева, молодого политика, депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия», организатора сообщества «Убитые дороги Пскова», который называет Путина ВВП, причем это делает в прямом эфире «Финам.ФМ». Мы продолжим наш разговор после краткого выпуска новостей. 19 часов 18 минут, это реальное время, здесь, в московской студии «Финам.ФМ». Александр Васильев, депутат Госдумы России, не устаю повторять, что он является членом фракции «Единая Россия», но почему-то этот человек мне внушает определенное доверие, надеюсь, это передается и вам. Я буду сейчас продолжать Александра пытать, но и вы можете участие в разговоре. Юрий, все подумают, что я вам заплатил денег. Нет, мне платят деньги Госдеп, исключительно оттуда все поступает, да. Я, правда, не знаю, где кассы, а значит 60, да не дождетесь, да. 65, 10, 99, 6, код «Москва-495-финам.ФМ», наши средства связи, на сайте идет прямая веб-трансляция, но вы мне скажите, вот вы и встретились вы с ним. И встретились такие. У вас коленки дрожали? Ну, наверное, ладошки были... Мокрые все, да? Да, да, да. А почему, вот можете объяснить? В общем-то, вы же с ним не были знакомы, да? Вы его видели по телевизору, вы о нем слышали. А вы знаете, вот такое ощущение, что ты видишь очень знакомого человека. Вот он входит в кабинет, и ты смотришь на него и думаешь, вот как будто ты его каждый день видишь, то есть как сотрудник твой. И как-то вот по-другому. Понятно, что он тебя видит впервые. У меня такое было один раз, когда я пришел на программу «Телеутро», вот, ведущий, которых я вижу каждое утро, смотрю... Родные. Вообще. Так, и вот... Вот он пришел, сел, оказалось в мое место рядом с ним, по правую руку. Но до этого вас, наверное, там прошмонали хорошенько, да? Потому что я помню свои встречи с господином Путиным, там шмонают так, что мама дорогая. Вот я вот не понимаю, почему, или, видимо, так работают службы, но вообще ни разу, то есть никто до меня не дотронулся. То есть сказали, там, выложите телефон и оставьте, все. Ну, видимо, может, не по лицу читаются. Вошел, сел. Вошел, сел. И дальше сказал, Александр, хотите быть депутатом Госдумы? Нет? Нет, я рассказал Владимиру Владимировичу просто вот про то, что мы делали, ну, какие у нас были успехи, какие неудачи. Ну, и, в принципе, задал, там, простой вопрос, почему у нас... Ну, по сути, да, то есть, все мое обращение было о том, что вот, почему у нас дороги такие плохие. И что ответил Путиным Путиным? Ну, в общем-то, он, не знаю, может быть, был удивлен, ну, как-то посмотрел. Наглостью? Нет, не наглостью, что есть такие группы инициативные, которые вот занимаются такими вот общественными вопросами, там, не за деньги, не за что. То есть мы не оформлены, ну, никак, нам никто не платил, мы просто вот тратили тупо свое время. Не уделяли его близким, но вот собирались вместе, обсуждали эти проблемы. И, ну, как-то вот, ну, у нас был от этого свой кайф, определенно. Вот, видимо, Владимиру Владимировичу понравилась идея нашего сообщества. Причем у нас, ну, мы предложили решение по контролю. Можете озвучить? Там простое, ну, на нем мы базировались, просто создание реестра по всем дорогам, когда вот их делают, ремонт, да, и что с ними становится через какое-то определенное время. Привлечение подрядчиков к исполнению своих гарантийных обязательств. Путин сказал, да, поддержал. Путин поддержал, да. Причем я еще задал про народный, ну, так как это была тематическая все-таки встреча вокруг темы с народным фронтом. Понятно, что логично было бы вопрос еще задать про народный фронт. Спросить, могут ли вот такие сообщества, как наши, входить в народный фронт и заниматься этими вопросами на другом уровне. То есть, там, получать инструменты в тех же... То есть, по сути, вот я получил сейчас очень серьезный контролирующий инструмент в Госдуме. Могу у каждого чиновника выяснить любую информацию о том, что творится. Вы знаете, что очень часто они отписываются. Да, часто отписываются, но когда за этим еще присматривают люди и пишут, то есть, там, и мне на сайте скидывают проблемы свои, все это видно. Ну, какие тут могут быть отписки, когда факт налицо. Александр, скажите, вы же понимаете, в какой вы фракции, да? Да. К ней неоднозначное отношение. Ну, есть, да, аллергия определенная. Вы не считаете, что вы себя запятнали? Я вам буду задавать вот такие сложные вопросы. Это сложный, да, это сложный момент, потому что даже сразу после встречи с Владимиром Владимировичем я уже вот в тот же день испытал на себе очень там серьезные, как даже назвать... Ну, народ повернулся в две стороны. Один сказал, молодцы, вот вы вот реально добились, что вас увидели, что там поддержали. А другие сказали, ну, вы вообще продались, мы там на вас рассчитывали, что вы там... Ну, не знаю, на что они рассчитывали, но мне было бы... Люди посчитали, что вы продали свои идеалы, да, свои принципы. Ну, как бы да, да, что мы теперь вот не оппозиционеры, а мы теперь вот идем заодно с Единой Россией, потому что Путин — это Единая Россия, и все значит, что вы в Единой России. Ну, на самом деле, мне было очень важно услышать мнение именно тех вот активов, которые были со мной всегда рядом, с которыми мы проводили акции, с которыми народ созывали. Важно было мнение ребят получить. Они поддержали. Ну, тоже мнения разделились. Вот определенный тоже испуг, там, например, ну, там были люди, которые говорили, зачем, там, надо там в политику тебе идти, пусть остается как есть. А я понимал, что, ну, как есть, оно уже не останется, потому что вот сейчас, например, есть поддержка. Если мы... В чем она заключается? Ну, поддержка, вот наше движение, ну, как бы, вот оно, например, есть проблема, да, мы идем с решением в администрацию города. То есть там проблема в организации движения, светофор, там, горит фаза по-другому. Нас слушают, потому что вроде бы, как бы, ну, мы такие вот, ну, на верном пути. А вот если мы будем, просто сольемся и в крики, да, там, будем говорить, что да, дороги плохие, ну, понятно, что дороги плохие, да, но если мы не будем ничего... Еще жестче, дороги полное дерьмо, на самом деле. Ой, не надо. Нет, слушайте, в моем районе, да, это такой хороший район Москвы, я наблюдал в прошлом году такую ситуацию, уложили новый асфальт, но все порадовались, да, через неделю его коммунальные какие-то службы, там им срочно надо было что-то ремонтировать, отремонтировали, закатали опять. Вы не поверите, через месяц они опять вскрыли в том районе. И это продолжалось очень часто. Я это к чему? Александр, вы понимаете, что дорожное вообще хозяйство, вот, все, что связано с этой отраслью, это коррупция, сплошная коррупция. Я понимаю, прекрасно. И вы готовы с ними бороться, с коррупционерами? Ну, что ж, поделаешь. А вы понимаете, что они вам голову могут открутить? У этих же ребят это конкретные деньги, живые деньги. Или вы не намерены? Я просто хочу понять, до какого рубежа вы готовы дойти. И Путин не всегда будет рядом. Мы вообще будем биться до последнего, потому что это настроение, как было с самого начала, так оно всегда и остается. Да, понятно, там есть. Но вот у нас даже в городе не возникало почему-то вот такого, чтобы там кого-то побили из движения. Потому что прежде всего, ну, это на виду у людей. Они видят, что вот... Город небольшой. Да, о чем говорят. Да, и понятно, что тут задевается интерес. То есть, я не спорю, там это коррупционный фактор, но какой-то к определенному какому-то порядку подходит. То есть, вот там даже, по-моему, известный блогер доказал, да, что есть определенная там доля отката там в Роснефти, по-моему. Ну, то есть... Вы имеете в виду господина Навального? Да. А как вы к нему относитесь? Ну, никак не отношусь. У меня жена читает, а мне некогда. То есть, ваша вторая половина более оппозиционно настроена, чем вы? Нет, она наоборот, с точки зрения злостного троллинга, всегда читает это. Ага. Но вы в курсе? Ну, когда заходит разговор, конечно, я в курсе. Александр, ну вы в курсе того, что, значит, именно в этой студии, я могу сказать, родился мем, который стал, в общем-то, главным слоганом прошедших парламентских выборов? Это партия жуликов и воров. На вашем месте сидел Навальный. Думаешь, что? Да, и вот он впервые это озвучил здесь, да, в моей программе. Мне сложно вас назвать жуликом и воров. Там же вроде с ним судиться собирались. Да кто-то из ваших даже, кто-то высудил, то ли 30, то ли 40 тысяч, а ваш коллега господин Бурматов обещал здесь в эфире, что там будут коллективные какие-то иски. Я просто хочу понять, только не уходить от ответа. Наверное, для вас это оскорбление, да? Ну, я уже привык к этому. То есть, ну да, естественно. Но для меня, мне кажется, это несправедливо. Какой я жулик и вор. Но вы понимаете, что в этой организации есть подобные люди? Ну, соответственно, да. Да, проецирование такое есть, да, то есть в обществе, да, там. Они восприняли этот мем и проецируют его на каждого человека, который находится во фракции «Единая Россия». От этого не уйдешь. Вот на ваш взгляд, от этого может избавиться ваша организация? Ну, мне кажется, чем больше мы вот говорим об этом, уделяем внимание, мне кажется, тем больше мы вот разжигаем. Мне кажется, надо забыть. Вот, тем более, что вот те люди, которых я вижу в Думе, я бы их не назвал никогда жуликами и ворами. Там действительно нормальный. Ну, во всяком случае, тот состав, который сейчас есть. Те люди, с кем вы общаетесь, да? Да, те люди, с кем общаюсь, с кем сидим на кнопке нажимаем, вполне очень приличные люди. Правда, что вы дежурны по рядам? А у нас дежурство, вообще-то, у каждого депутата в определенный день. Можете объяснить мне, вот, несведущему журналисту, что это за такое вот изобретение? Ну, смотрите, понятно, что у нас нагрузка, там, парламентская, очень большая. И заседание проходит, вот, из четырех недель, две недели, это пленарные недели. Там вторник, вот сегодня был, среда и пятница. Это дни, когда у нас с десяти до шести идут... Идут пленарки. Да, пленарки идут. И, соответственно, ну, вот, например, мне сегодня надо было попасть на две очень важные встречи. То есть, ну, связанные с моей деятельностью и с моей деятельностью в регионе, необходимо было там в министерство съездить, допустим. Соответственно, я оставляю доверенность на человека, который дежурный сегодня. И он уже руководствует... Вы считаете, это нормально? Вообще, вот, сама процедура. Все-таки вы депутат, да? Это ваш голос. Да, да, депутат. Ну, вы сами поймите, депутат, который находится в комитете по транспорту, вряд ли очень сильно разбирается в вопросе, там, из комитета по спорту. Вот. И те решения, которые выносятся, то есть решения, сами законопроекты, они же еще прорабатываются внутри комитетов. Внутри комитетов есть представители разных фракций. Ну, в основном, это вот состав, там, 50 на 50. Ну, примерно, там, может быть, там, 49 на 51. И комитет принимает решение, там, законопроект принять или, там, отклонить, то есть, там, вынести его на первое чтение, не вынести, там, какие-то... внести поправки к нему. И вот за наш комитет по транспорту скажу, что в основном люди собрались, которые, вне зависимости от своих политических взглядов, в общем-то, нацелены на то, чтобы транспортная отрасль у нас развивалась и поднималась. Давайте об этом поговорим более подробно после краткого выпуска новостей. Давай. 19 часов 32 минуты. Это реальное время. Здесь Александр Васильев, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», организатор сообщества «Убитые дороги Пскова». Говорим о политике, о дорогах. Пока о дураках не говорили, да, но, тем не менее, напомню, наши средства коммуникации 65 10 99 6, код «Москва-495» для ваших телефонных звонков. финам.фм – это наш портал в интернете для ваших писем. На портале идет прямая веб-трансляция. Звоните, пишите, задавайте господину Васильеву свои вопросы. Он молод, но он политик. Он создал сообщество «Убитые дороги Пскова», нарушал фактически там части какой-то правоприменения, да. А уж тем более тот закон, за который господин Васильев проголосовал, он точно нарушал. Я просто хочу понять, вернуться к комитету по транспорту. И вот что? Вот вы сколько уже? Уже полгода, да, депутат? Да. И вот проходит заседание комитета. Там наверняка уши вот такие лоббистов или нет? Нет. Ну, в нашем комитете там особо лоббируют, ну, конечно, есть различные, наверное, темы. Но вот как сейчас, очень яро я защищал возможность сдавать экзамены в ГИБДД экстерном. То есть вот даже во фракции «Единая Россия» неоднозначно тут относятся. Но, на мой взгляд, все-таки экстерн должен оставаться. Вот. Кто-то считает, что не должен. И коллегиальное решение комитета, да, поднимаем руки, голосуем, и в итоге понимаем, что там, да, надо внести поправки определенные. — Но вы понимаете, что вам удастся реализовать свои задумки? Или вы понимаете, что не удастся? Потому что эта политика, это большая политика. — Да. Я думаю, что удастся. У нас сейчас самое главное — — Удастся? — на носу. Удастся, удастся. — Да. — Ну, а как бы, а смысл? Не, ну, может быть, удастся там на 80%, не на 100%. — Но вы оптимисты. — То есть, понимаете, да, как бы, что значит удастся? Удастся — это значит, что у нас все дороги будут вот нормальные, и люди там перестанут убиваться на них. — Когда это будет? — Вот это вот будет 100%, но когда это будет? — Но не в этот парламентский срок? — Может быть, и не в этот, но я думаю, что не в этот. Это очень сложно, сложно. Вот сейчас даже там спроси любого, почему у нас дороги плохие. Я там назову кучу причин. — Ну. — И даже там... — Ну, давайте три. — Я даже вот... — Почему в России плохие дороги? — Хорошо. — 65, 10, 99, 6. Сейчас буквально три звонка, значит, господа. Слушайте, я хочу услышать. Ответ на вопрос. Почему в России убитые дороги? Ваша четкая формулировка. Без патетики, там, без эстетики, да. Мне нужна четкая формулировка. — Давайте я вот три крупных объясню. — Вот сейчас слушать. — Хорошо. — Сейчас слушать. — Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. — Здравствуйте, Юрий. — Да, добрый вечер. Как вас зовут? — Алло, 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 мы вас не слышим. — Слушайте меня, Юрий. — Да-да-да, да-да-да, да. Вот почему в России плохие дороги? — Коррупция. — Коррупция. — Сначала нету должного контроля за подрядчиком, который ремонтирует... — Ну, это все тождественно. Так, еще. — Ну, наверное... — Коррупция, все. Первый пункт. А дальше. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? Алло. — Здравствуйте, Юрий и вашему гостю добрый вечер. — Да, добрый вечер. — Павел. — Павел меня зовут. Ну, как раз я в отрасли работаю. Работаю на асфальтобетном заводе. — Так. — Должен вам сказать три вещи. Вещь номер один — это классическая фраза Карамзина. Воруют. — Так. — Вещь номер два. Не покупают качественные дорожные покрытия. Покупают чем подешевле. — Так. И третье — это отсутствие жесткого контроля за деятельностью подрядчиков. Буквально еще полминуты вашего внимания. Вот я имел опыт работы в Польше. Так вот, там очень забавная вещь делается. Там подрядчик не только в договоре пишет гарантийные обязательства, а с него еще на каждом акте выполненных работы, на каждой сумме, которая ему проплачивается, удерживается 10%. Это регламентируется польским законам государственным. И вот в течение гарантийного срока эти деньги подрядчику не платятся. И они ему выплачиваются только после того, когда гарантийные обязательства по факту исполнены. — Да, понятно. Ну, я обещал три звонка, да? Третий звонок премиум. И продолжим. Добрый вечер. — Добрый вечер. — Как вы говорите? — Да, Илья, почему дороги плохие в России? — Первая причина — воруют. Вторая причина... Причем вот именно первая — самое главное — воруют. Вторая причина... Я, честно говоря, не специалист, но мне кажется, что нету никакого четкого плана, никакой стратегии по развитию дорожного хозяйства в России. Так, где-то тяп-ляпу, здесь вот нужно построить, построим следующее, чем вот здесь, здесь построим. А третье — отсутствие качественного образования. У нас есть такой замечательный институт, МАДИ, который вроде как и должен специализироваться на производстве, на выпуске специалистов по дорожному хозяйству. Только вот я неоднократно услышал от выпускников, что нас там толком ничему не научили, но зато как вот всякие вот эти схемки изобретать. — Это целая на ухо, да, Ирина, спасибо. Ну вот, господин Васильев, слышали, да? Вот, Александр, что скажешь? — Ну что, общество не может ошибаться. На самом деле здесь все очень просто. На уровне заказчика проблемы там где-то отщипнут. Ну или та же законодательная база, которая сейчас есть, она не позволяет качественно разыграть торги. На уровне подрядчика там, ну, желание сэкономить, как-то там уйти от ответственности. — То есть на самом деле вы все это знаете. — И третья, третья, ну, проблема, проблема эксплуатации. У нас была акция, называлась она «Легкость на дорогах». Есть статистика, что один перегруженный автомобиль, фура одна перегруженная, приравнивается десяти тысячам «Легковых автомобилей». — То есть это сухой остаток, называемый? — Ну, как бы да. То есть проехала такая машина, провезла щебень, которым она строит следующий участок дороги. Вот, разбила этот участок дороги. Вот, а ей там транспортный надзор... — Александр, ответьте мне вот... — Положите руку на сердце. Ответьте мне честно. Вы с фракции «Единая Россия». — Это камера. — И эта камера, обе камеры на вас сейчас работают, да. — Вы с «Единой Россией» думаете это все побороть? Вот скажите мне честно. — По-моему, в «Единой России» этим, кроме меня, никто не занимается. — Это честный ответ. — Вот. И, ну, как бы тут получается флаг в руки. — На что вы рассчитываете? — Никто... — Я поймите правильно. Я не то, что пытаюсь там из вас что-то вытащить, критически криминально по отношению к Путину, да, лидеру вашей партии Медведеву и так далее. Нет. Я просто хочу понять, на что рассчитывает Александр Васильев, вот являясь членом фракции «Единая Россия», осознавая и понимая все, что сказали слушатели, да? — Угу. — Я думаю, к этому вы еще можете ряд добавить всего. Да что вы рассчитываете? Почему вы думаете, что через какое-то время, я не обозначаю временной улог, да, ситуация изменится? — Смотрите. Во-первых, я рассчитываю на вот общество и на тех ребят, с которыми я нахожусь, ну, уже довольно долгое время, и которых становится больше. Это очень важно заметить, что у нас там есть сильные активисты в Воронеже, в Вязьме так вообще там весь город выходит в такой проблеме. Вот эти те люди, которые своим пристальным вниманием уже там, ну, уже внедряются вот в эти коррупционные схемы, их постепенно рушат. То есть, когда уже эти люди есть... — Слово «внедряется» имеет несколько иное значение. — Простите, простите, ребята. — А вот это... — Ну, грубо говоря, вот они, понимаете, вот они этот вопрос раскручивают таким образом, что чиновники уже отмахиваются от них, как от мух назойливых, и уже очень сложно. — То есть лучше сделать качественно, нежели вот они будут... — Да, 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 потому что на самом деле есть инструменты, есть инструменты даже сейчас для того, чтобы можно было проконтролировать строительство дорог. Ну, у меня руки не доходят на все российские дороги. Какие-то локальные там обращения граждан, которые у меня есть, или то, что мы с движением обсуждаем, то есть проблемы, по ним мы находим. Или, ну, приходим к какой-то логической точке, да, и видим, что вот всё, закон работает до этой степени, дальше уже не работает. Дальше нужен другой закон. Или там сажать уже некого, потому что вот эти люди были, построили, убежали. Но тут тоже много вопросов. Вот про те же 10% говорили, которые удерживаются. Есть же вот все эти строительные организации, они входят в саморегулируемые организации, которые их страхуют. — Не очень красивое русское слово СРО. — СРО, да. И большой вопрос к ним. — Понимаете, путёвое дело с РОНИНОС. — Я вот засро, вот, как сказал, считай. Не вижу вообще никакой силы. На мой взгляд, это вот в том созыве была придумана вот эта тема, да? — Смотрите, я общался с вашими коллегами и в том созыве, да? — Вы же наверняка знаете о том, что эту идею изничтожили на самом деле. Вот та задумка, которая была изначально, кардинально отличается от того итога, да, что был принят в Государственной Думе. И вот об этих силах, Александр, я и говорю, что это силы очень конкретные, они очень персонифицированные. Эти ребята, они будут терпеть до определённого момента. Но как только вы заступите через черту, где начинаются их интересы, и, простите за откровенность, а рядом Путина не окажется, снесут всё. Движение, недвижение, сколько бы у вас не было. И тем не менее, вы вот, я вижу по вам, да, что вы считаете, что изменить ситуацию возможно. — Ну, во всяком случае, сейчас я считаю, что возможно. — Вы романтик. — Да. — Пока да. — Да, да. — Ну, думаю, я вас исправит. — Я думаю, что до последнего руки не опустятся. — Слушайте, ну а чем ещё заниматься в жизни? Вот я вот так сидел, да, там, пять лет назад. Просто вот, ну, мне кажется, вот спасёт вообще Россию и людское неравнодушие. — Знаете, что мне... Вы же не видите монитор, да? На монитор сыпятся письма от слушателей. Алексей сейчас написал. Гость в студии — это первый человек, которого я зауважал из «Единой России». Зауважал лишь за то, что не постеснялся признать существование проблем в стране. Вот я сейчас хочу... У нас до новостей буквально 50 секунд осталось, да? Вы Путина считаете национальным лидером? — Я считаю, да. — А почему? — Ну... — Вот в чём для вас критерий именно, который позволяет именно так утверждать? — Ну, вот... Я, знаете, в этом вопросе даже сомневался бы до 4 марта. — Так. — А вот потом всё-таки понял, что, ну, тут сомнений не должно быть. Это тот человек, которому действительно вот доверяют большинство. Как бы там что ни говорили, да, там у нас всегда говорят, там, власть плохая, ругают. — Ну, многие говорят, что Путин — зло, которое мешает развиваться России. Ну, вот, сколько ни сталкивался, да, вот... Я бы не сказал, что всё зло творится руками Путина. Далеко не так. — Очень откровенный человек. Это вас подкупает. Я очень надеюсь искренне на то, что вас не испортят за сколько там ещё? — Я тоже надеюсь. — Четыре с половиной года, да? Вы собираетесь вернуться в Апсков? Или вы будете руками, ногами, зубами цепляться за Москву? — Ну, я вам скажу, что вот семью свою я оставил в Пскове. Потому что я не вижу реально возможности уделять им внимание здесь. И этот город я как гастарбайтер воспринимаю. То есть город, где я работаю. — Это Александр Васильев, гастарбайтер, депутат Государственной Думы России, член фракции «Единая Россия». Продолжим после краткого выпуска новостей. — 19 часов 47 минут. Это время московское. Это реальное время на Финам. ФМ. И сегодня у меня впервые в гостях Александр Васильев, депутат Государственной Думы России, член фракции «Единая Россия». Чтобы вот пыл ваш несколько поубавить, сообщу, что он организатор сообщества «Убитые дороги» Пскова. Давайте вот оставшееся время вы будете общаться напрямую с Александром. Я буду только так слегка предмодерировать. Но я просто всем напомню, кто дозванивается. Вы выходите сразу в прямой эфир. Слушайте, 4 года я вместе с вами общаюсь в реальном времени. И периодически слышу. — А это прямой эфир? — Да, это прямой эфир. — А можно задать вопрос? — Да, можно задать вопрос. — Здравствуйте, здравствуйте. И пошло по второму кругу. Поэтому, если есть что спросить, все-таки господин Васильев, мой гость, он специализируется на дорогах. Именно это, да, вам, Александр, ближе, интересней. — Да. — Ну, и задавать, конечно, другие вопросы. Значит, звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495, письма на finam.fm. Вот в таком режиме сейчас и пойдем. Оставшиеся 12 минут. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. — Здравствуйте, Сергей Игорь Нагаев. Хочу узнать, поддерживает ли Александр те вопросы, за которые он голосовал нормально? Это вот о митингах, сейчас вот о ограничении сайтов о возможных закрытиях чиновниками, об иностранных агентах, ну и так далее. То есть формально он за них голосует. А что он о них думает? — Да, спасибо. — Да, вопрос на самом деле острый. Действительно, тут есть... — Не уходите от ответа. — Здесь есть разрез, да, там, с моими вот... Там, с прошлой деятельностью, когда... Ну, она и, в общем-то, сейчас настоящая. Но мы собирали в области, то есть я же еще представитель области. Безусловно, мне было бы удобней, если бы я мог там хулиганить и выходить на улицу в любой момент, заявлять свои лозунги. Ну, как мы это делали, чтобы нас услышали. Чтобы нас услышали, да, чтобы с нами было сложнее общаться. Но тут есть определенная же нагрузка и от избирателей, которые у меня есть в области. У нас от Псковской области только один человек во фракции от «Единой России». И это я. Соответственно, надо понимать и позицию тех людей, которые не состоят в сообществе. И тут, на этом компромиссе, все-таки пришли... Ну, там, на самом деле, больше шумихи было, чем реального эффекта. Ну, подняли там, сколько будет штраф стоить за то, что мы бросим камень в человека. Ну, а вот, ну, хорошо. Вы признаете, что вы сами нарушали, ну, проголосовали. Я хочу понять, а вот про иностранных агентов. Господин Сидякин, на мой взгляд, очень сложный, на самом деле, человек, да, который здесь был. Он, кстати, тоже из Народного фронта. Ну, замечательно. Но он генерит вот какие-то очень странные, я бы сказал так, законы, да. Александр, поймите, я не хочу, чтобы, с одной стороны, вы как-то там шли против течения, что называется, потому что вы сейчас уже в большом, в большой политике, да. С другой стороны, я хочу, чтобы слушали, слышали искренние ответы. Вы, на самом деле, считаете, что здесь масса людей, которые на деньги Госдепа, МОСАДа, ну, и других, да, спецслужб, органов госвласти живут, там, размножаются? Личный ответ. Ну, лично, вот, глаза в глаза я такого человека не видел. Ну, во всяком случае, вот у нас в области таких нет. Мне этого достаточно. Мне этого достаточно, да. Я думаю, что все, кто хочет услышать, да, тот услышал ответ. Сергей пишет. Юрий, добрый вечер. Задайте, пожалуйста, один вопрос гостю. Как он относится к результатам выборов 4 декабря? Имеется в виду президентские выборы? Нет, 4 декабря это были выборы в Госдуму. В Госдуму, да. В Госдуму. Когда вы избрались. Ну, я уже очень много на эту тему разговаривал, говорил. Мне кажется, у нас в области все-таки результат должен был быть другой. Но, ну, и что имеем, то имеем, в общем-то. И я считаю, что это справедливо. То есть тут, как бы, говорить, что люди неправы, это, ну, народ-то прав. Какая есть ситуация, такая есть. Вот проголосовали так. Единственное, у меня был случай с моим, ну, очень близким другом, который... Да. Я спрашивал, слушай, ну, ты сходил на выборы, там, меня поддержал, потому что я же был в списках. И что ответил друг? Он говорит, слушай, я пришел на участок и такой вот встал около урны. Взял монетку в руки. Думаю, ну, что за тебя голосовать? Ты все равно, наверное, пройдешь. Я вот думал, за коммунистов или за эсеров голосовать? За коммунистов бросил монетку и проголосовал за эсеров. А, это Александр Васильев. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? Илья. Угу. Неужели дозвонился на канал? Дозвонились, да, Илья, слушаем вас. Ну, я бы хотел задать вопрос Юрии про не то. По поводу? А конкретно Александру там... Нет, Илья, простите, пожалуйста, время. У нас всего осталось 7 минут, да? Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, меня зовут Евгений. Да. Прежде всего, я хочу пожелать Александру не впасть в состояние когнитивного диссонанса, потому что, ну, вся обстановка там все-таки, наверное, располагает к этому. И я бы хотел спросить у него. Он человек молодой, значит, все-таки амбициозный. А почему бы не объединить людей, которые болеют той проблемой, которую он посвятил зарядный кусок своей жизни, не создать партию, тем более, что сейчас это стало, ну, в общем, достаточно просто. — Отвечая на вопрос, партию создавать не собираюсь, потому что мы уже очень много сталкивались с такими примерами, когда приезжаем в регионы. Мы же ехали в автопробег в Владивосток-Калининград. Спасибо Народному фронту, опять же, за него. И у нас разные люди встречались на нашем пути. То есть мы с ними списывались, приезжали в регион, и там человек говорит, слушай, ну, вот я-то вот, да, там, типа, тоже думаю, дорогами заниматься там, муссировать общество, проблемы принимать. — Может, Путин приедет, может, тоже депутатский матор. — Ну, там, да, но я вообще-то в мэра собираюсь, вот. И вот, понимаешь... — То есть тема дорог такая стала. — То есть да. — Беспроигрышная. — Потому что люди такие берут, такие флаг поднимают, все, я за хорошие дороги и иду в мэры. — Ну, может быть, там и на меня посмотрели, да, то есть в этом плане я, пример, очень плохой. То есть там сказал, в общем-то, стал Робин Гудом, да, и вот меня взяли в Госдуму. Все-таки мы ищем, ну, вот уже целый год. Я вот ставил перед собой задачу, и от нее я не отступаю. Я ищу тех людей, которые действительно искренне хотят что-то изменить. в лучшую сторону, которые не просто оголтел, там, кричат на улице, а что-то предлагают и готовы действовать, ущерб своему времени. Но вот я считаю, что это как раз самый показатель этой искренности, готовности сделать что-то для своих, для друзей, для общества, для города. — И, возможно, не получив ничего взамен. — Возможно, да. Возможно, получив взамен палкой по голове. Но, не знаю, вот еще, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Из тех, с кем я общаюсь, проблем ни у кого не было. — Идем дальше. Добрый вечер, как вас зовут? — Добрый вечер, мое имя Алексей, в Городской области. Хотел бы Александру предложить, может быть, ввести, если есть такая возможность, в Госдуме, да, поднять такой вопрос, о фиксации заседаний, видеофиксации заседаний депутатов. — А зачем вам это надо? — Позволит просто увеличить личную ответственность депутатов, работающих в нашей Госдуме. То есть будет посещаемость и так далее, и так далее. То есть будет понятно, кто как голосовал, кто что предлагал. То есть в течение нескольких лет можно будет все это легко поднять в интернете и действительно проверить. Просто сейчас зачастую идет огромное количество облудства, которое расходится с делом. — Да, спасибо. — По-моему, в интернете на сайте Госдумы есть прямые трансляции. И, ну, тут важно понимать, что ничего такого нового не увидим мы. Все равно даже если это будет в интернете, люди не будут смотреть. Я вот вам честно говорю, первые дни, когда я только пришел, я с открытым ртом смотрел, кто что говорит, как, потом я просто устал. Это, ну, тотальное тупение, потому что есть люди, которые некомпетентные, не разбираются в вопросе, не из этого комитета, начинают нести всякую чушь и зарабатывают на этом там политические очки и так далее. Выносят какие-то безумные законопроекты, которые никак в жизни не пройдут. Ну, и там говорят, что они там защищают детей и так далее. Ну, это грусть, это грусть, это печаль в думе, ну, такие вот есть вещи. Одним словом скучно там. Да нет, там весело. А, там весело. Там весело, да. Ну, просто с многими вещами надо смириться, надо это все увидеть, прочувствовать. И на самом деле весело. Весело, когда вот что-то делаешь, то есть там находишь инициативу. Что-то надо церевизовать, да? Да, то есть собрал совет, понял, что там в таком-то законе есть проблема. Со специалистами проговорил, внес. Дальше защищаешь свое, вот она твое политическое. И ты это защищаешь. Как к оппозиции относитесь? Да нормально, я некоторых как бы знаю. Общаетесь? Ну, общаемся, ну, так, общаться-то некогда даже бывает со своими. Ну, а как вне системной оппозиции относитесь? То, что вот с легкой руки господина Суркова стал называться вне системной оппозиции? Ну, в определенной степени мы же тоже были вне системной оппозиции. И там в регионах. Мне кажется, вот диссонанс у вас все-таки есть, Александр. Есть, есть. Это чувствуется, да, потому что вы пришли во фракцию Единая Россия, да, с, в общем-то, сообщества, да, неформального. Неформального. Где пацаны заставляли власть, да, реагировать на свои требования. Ну, мы до сих пор заставляем. Поэтому вот... Юрий, вот понимаете, вот тут главное было и движение сохранить, и вроде бы как бы вот и власть тоже. Ну, и самое главное, добиваться того, что вы ставили перед собой, да. Я, к сожалению, не был ни разу в Обскове. У меня было два года тому назад возможность съесть туда. Не получилось, да. Надеюсь, что я посещу, я посмотрю, что за дороги у вас там, да, и может быть, удастся и здесь. А, кстати, в Москве у вас есть, чуть не сказал, сообщники, да, единомышленники, да. Слушайте, ну, вот таких единомышленников, которыми мы общаемся, еще нет. Нет, да? Да, ну, я, ну, не знаю, видимо, может быть, в силу культуры и того, что город большой. Потому что здесь-то, на самом деле, подобное сообщество есть. Есть, есть. Ну, надо общаться. У меня очень много вопросов к тому, что творится в Москве. И надо и тут тоже разбираться. Вот как вы ответите Елене, которая написала, знаете, такое чисто дамское, женское письмо. «Жалко парня, хороший ведь человек, но, к сожалению, не той тропкой в политику пришел». Что скажете Елене? Вот я хочу сказать, слушайте, да, значит, Александр покраснел. Вот кто смотрит прямую веб-трансляцию, тот это видит. Тропкой. Слушайте, ну, вот, вот на этот счет вообще никогда не задумывался. Какой тропкой в политику? Надо это было? Не надо было? Случилось, мне кажется, что есть. Ну, Александру повезло с теми, кто его окружал, с кем он был в сообществе убитой дороги Пскова. Затем такая оказия произошла, господин Путин приехал в Псков, вот, дал возможность высказаться. И в итоге мой сегодняшний гость оказался депутатом Госдумы, членом фракции «Единая Россия». Все такие сейчас слушают, да ладно, все это ерунда, никаких чудес не бывает в жизни. Но это же правда. Ну, вы же правда. Ну, правда, правда. Ну, правда, это... Вы же не платили Путину. У вас и денег таких нету. Да, спасибо огромное. Это наша была первая встреча. Вы меня позовете еще? Я буду вызвать вас, да. А в следующий раз я вас позову на какие-нибудь дебаты с какого-нибудь, знаете, отмороженным оппозиционером. Готовы прийти? Да. Ну, надо подготовиться, конечно. Я же не могу по всем вопросам отвечать. Я же не такой политик, как все оппозиционеры. Я предлагаю так. Вот тему дорог мы с вами будем обсуждать. Что я ее буду именно с вами обсуждать. Скоро в автопробег небольшой съездим. Отлично. О, вот это будет повод встретиться вновь. Александр Васильев, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», организатор сообщества «Убитые дороги» Пскова был здесь и сейчас в реальном времени на Финам.ФМ. «Единая Россия», организатор сообщества «Убитые дороги»